Добрый день всем. Спасибо тем, кто все-таки добрался в субботу, 13-го числа. У нас в субботу как-то спать принято. Как и странно. Друзья, сегодня у нас здесь достаточно уникальный случай. Дело в том, что в Украине вообще-то для журналистов проводится масса всяких тренингов. Но это касается социальных вопросов, юридических, политических и что угодно. Но я за эти 10 лет, что активно езжу по всяким семинарам и тренингам по стране, что-то не помню, чтобы у нас собирали для мастер-классов журналистов, которые пишут, так сказать, на культурные темы. И потому, когда я... Я не помню такого. В Одессе это вообще в первом. В Одессе вообще пазут в Одессе, я считаю. А в Украине не пазут? Нет, в Киеве собираются. Но в Киеве тоже, кстати, не было такого. Хотя бываю в Киеве гулять. И потому, когда вот я узнал от Алексея Батвинова, что к нам едут известные очень журналисты, я сразу говорю, давай мастер-класс организуем. Алексей мгновенно, ни секунды не размышляя, сказал, конечно. И вот мы с вами свидетели того, что мы с вами здесь собрались. Наши гости действительно, это люди в высшей степени серьезные, это мастера на самом деле, это мастер-класс, непростое слово в данном случае по-настоящему. Слева от меня, как говорят, как представляет Ян Попис, человек, который считается одним из ведущих музыкальных критиков не только Польши, но и, наверное, как минимум всей Восточной Европы. Справа от меня Олег Вергельев. Я сейчас вас похвалю, может, еще как, вы даже не представляете, как. Вот мои ученицы не дадут соврать, но я им говорю, что я в Украине, есть четыре журналисты, которых я читаю все, что они написали, или стараюсь учить. Один из них Олег Вергельев. Я вас похвалил? Значит, у нас действительно мастер-класс. То есть, что это значит? О том, что действительно люди, которые имеют большой опыт и действительно настоящий форме профессионала своего дела, они готовы поделиться своими знаниями, умениями и так далее. Мне хотелось бы только, ну, как бы, установить такой вот момент, да? Поскольку культура, искусство – это вещь, которая хочет много субъективных оценок, давайте, если прозвучать какие-то субъективные оценки, не будем вдаваться в дискуссии. Давайте постараемся, в дискуссии по субъективным критериям, да? Давайте постараемся все-таки взять чисто профессионально, вот за это время, чтобы и собрались как можно больше. Пожалуйста, любые вопросы могут быть смеслены, если, пожалуйста, руку поднимайте, да, чтобы было видно и понятно. Единственное, что я прошу прощения, я по праву модераторам хочу задать первый вопрос. Действительно, культура и искусство, я уже говорил, это вещь очень субъективная. Журналистке все-таки приходится, это оперативная работа, да? Нам приходится быстро отвлекаться на какие-то события, ну, скажем, писать рецензию по ходу дела, да, буквально там на следующий день, через пару дней. Хотя считается, скажем, что театральный спектакль, нужно смотреть на пятое, шестое представление, но мы, как правило, ходим на премьеры и пишем. И вот возникает очень часто такой момент. С одной стороны, мы субъективно, да, субъективно оцениваем произведение, которое мы увидим. С другой стороны, есть какие-то объективные моменты, да, может, нам нравится, не нравится, мне что-то объективно. И вот у меня такой вопрос. А вот как отличить, скажем так, хорошего от плохого? Настоящее искусство от подделки. Скажем так, даринский подлинный искусство, транссор, это в Польше знаменитый. Пожалуйста, вот вам, Ян, как вы считаете? В Польше есть, а? В общем, все есть. Извините за мой русский язык, но я буду так говорить, как могу. Я думаю, это самое главное, что есть большая разница в критике между театром и музыкой. Это огромное. Это огромное, потому что критика музыкальная, это эфемерина. Это только раз концерт был, написали, это пошло. И публика, которая читает критики, она не может идти второй раз на этот концерт и послушать, как это было. Это правда, что написал критик или неправда. А на спектакте можно. Раз есть, и два раза, и доли. И это вот критика поставить по стенам, и что ты написал такое? Но это имеет в эпоху ресторана тоже. Я скажу, как у нас, и там, 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 хорошие газеты, читают люди эти газеты. Эти газеты не хотят реценции, не хотят музыкальных критик. Потому что начальник директор сказал, а на что мне твоя критика пасхи консерта, который был и умер? Я хочу такой, который живет. Как входит в стек, так и кино, и театр, это хорошо. Потому что это будет сразу промоция на следующее. И потому с музыкальными критиками есть большие проблемы. Это с натуры, с натуры, что концерт, рецензия, критика пасхи консерта, это эфемерия. Но это, по-моему, ошибка, большая ошибка. Потому что это исключает самый важный диалог, диалог между артистом, между критиком, между книгом. Этот диалог, эта коммуникация очень важна, очень трудно, но без диалога, например, на тему искусству, нет такой личной жизни. Нет жизни между артистом, а между людьми, которые приходят и консумены. Так тоже, так тоже, скажем, это главная проблема. Это главная проблема, и диалог есть, и диалог за ним. Потому что критика, это важное, так и стоит в мире. Я только могу жаловать, что эти, которые имеют в руках газеты, магазины, медиа, не хотят этого понять. Что такое? На шаге. Олег, это как снято дело вообще в этом плане. Все-таки можно, да, прийти еще раз? Я вам скажу, что уридарскую такую мысль сейчас. Для меня из многих вопросов загадок бытия в Украине, одна из таковых является наборы и выпуски в количестве сотен и десятков людей, в корочках которых, дипломных и так далее, написано «Театровед», «Музыковед» и так далее. Это не ироничный вопрос, на самом деле очень серьезный. Десятки людей, получающие такие корочки, часто липовые, они часто писать не умеют, не отличают «Алису Френдлих» от «Адероговцева», извините. Но это может совсем… Они, они, да, я знаю таких. Нет, я не думаю, что больше совсем богат не хотеть. Ну, а, но я хочу. Хорошо. Хорошо, что нет, я не супер, я не супер, я не супер, я не супер. Это вопрос, вопрос, на самом деле, не ироничный даже. Потому что ведь готовят, выпускают, нет, вот еще пять лет что-то вкладывают людям, которые потенциально безработными становятся. Потенциально безработными. За 20 лет независимости, за все выпуски наших вузов, а их много, во Львове, значит, в Киеве и так далее, и так далее, я знаю, у них три человека, не больше, почему-то девочки, которые умеют писать и отличать «Алису Френдлих» от «Алисы в стране чудес». Все остальные, либо графоманы непроходимые, либо псевдоакадемические, такие вот, понимаете, такие вот дятлы, которые стучат, читать невозможно. И в тех и иных случаях очень мало в текстах жизни, любви и профессии. Я сторонник той линии, критики театральной, которую представлял великий, чудесный, романтический человек Кеннет Тайген в Англии. Это я вот его такой поклонник. Я сторонник той линии в критике театральной, которую представлял Александр Кугель, юрист, юрей. Он пришел когда-то вот в этот мир театра, сошел с ума и стал писать блестящие тексты. Там Вульф, Смелянский, то есть тех людей, которые приходили в эту профессию, путем очень сложных, неких мук, ошибок, испытаний. Я считаю, что приходить в критику, в театроведение, как хотите, вне литературных способностей, вне какого-то комплекса, контекста знаний смежных, и театра как такового, и других вещей, просто смешно. Ты будешь, я сказал, кемодиапула. И только особая какая-то симфония вот этих чувств, звуков, которые при предании дают тогда какой-то эффект, и тебя услышат, и ты будешь интересным, и так далее, и так далее. В этой причине, я считаю, что критика в Украине есть. Она есть не в виде явления, системы некой, да, вот так скажем, школы. Это вообще смешно. Она существует в виде отдельных личностей, индивидуальностей, интересных людей, профессионалов больших, которые ее не предают, которые находят площади, сайты, трибуны, и они ведут диалоги, театры, они оправдывают какие-то процессы, какие-то процессы ругают. Это вот самые мои большие любимые родственники. Вот такие люди, миссионеры сегодня. Я даже могу назвать фамилии. Я очень люблю в Киеве своих коллег. Есть такой критик, она преподаватель, значит, это Анна Веселовская. Она пытается много ездить, смотреть. Есть такой критик, Анна Лепковская, замечательная женщина, очень тонкий и так далее человек. Меня туда куда-то вписывают, но это я не имею права. И другие люди. То есть это есть, но это есть не как школа, не как такая критика, система ценностей. Это есть такая вот система элементов таблицы Менделеева. Ну, мало элементов, но они есть. И к мнению этих людей, к счастью, прислушиваются. Вот мне приятно, когда люди спрашивают, а какое мнение Анны Ивановны, там, Олега Вергелеса, извините, это очень приятно, когда люди соизмеряют свои впечатления, художественные какие-то, да, с другими людьми. Вот это для меня очень ценно. И последняя реплика, что это за я. Конечно, критик, журналист, публицист, вот для меня это постоянная учеба, постоянная мука, постоянная муштра. Я не могу уснуть, там, ничего-то не перечитал, какую-то новую, старую книгу, там, Ха-Хаса Лемона, постдраматические театры, там, или другие какие-то. Это вот нельзя выпадать, нельзя прислуживать и делать вид, что ты как бы вот, не, Лиза, надо этим жить. Это первое. И второе, надо знать профессию, это второе. И третье, это то, чего не мучает ни в одном вузе, ни в каком. Ни в Чайковского у нас, да, ни в Кальпенко. Это в какой он угадает, в третье, как правило, как он угадает. Критика очень горит. И какого.